всем привет с вами фанатик это игра king's bounty легенда о рыцаре и мы продолжаем наше путешествие по этому прекрасному миру собственно сейчас займемся этим вот бандюканом попросили убить собственно отомстить за смерть жену анора и хнея пиццы был разбойник шарага надо его разыскать и отомстить парк это просит отправиться мир мертвых найти там убийцы его возлюбленных ней убийцы зовут шарага он охотник за головами пожиратель ярости какой-то мне даст что это такое очень интересно что пожиратель ярости это интересная штука мана она еще пока что не полная это я тут с этим с вампирчиками давно дрался тут еще мораль нормальная этом дракона у него есть какие нужен ли клинок есть костяные драконы так что клинок я снимать не буду уже мораль 87 убиваешь драконов и все хорошо а вот тут непонятно что надо делать наверное убивать все-таки а графы гигантов когда мораль повышается так вот эту хрень надо менять на пояс так с ума на полное можно принципе нападать на этого эй что ты здесь делаешь нам не нужна конкуренция это наша территория убирайся прочь я разыскиваю тебя чтобы отомстить за прекрасную хнею какое тебе дело до какой-то дохлой эфики приятель к тому же я всего лишь выполнил заказ мне неважно кому глотку перерезать о тельфийской девки хоть некроманту лишь бы золото в карманах звенело и кто же так страстно желал ее смерти а я работаю на самого карадара приятель да и они я кем был убийцей разбойником которому грозила виселица а здесь в землях мертвых я обрел свободу пусть иногда я выполняю небольшие поручения но зато никто не указывает как мне жить и надо мной не болтается петля наоборот это хорошо оплачивается и как же хнея перешла дорогу твоему господину а зачем тебе знать впрочем это не тайна не нужно было убрать потому что если бы эльфа отлучили от трона королеву фиолетту которая послушала воли корадором то именно хнея или ее младшая сестра не ока стала бы на стали бы наследницами на и поручили мне они оку которая была под усиленной охраной в родовом замке некроманты взяли в осаду есть еще вопросы нет с тобой все ясно замечу только что свобода это еще и ответственность за свои поступки и ты сейчас за свое ответишь сполна около мою 2810 прилично так драконов это достаточно слабые некромантов сам герой что 18 уровня атаки много защита мало интеллекта нихрена 70 маны пауков мертвых короче я думаю больших проблем не с этими хмырями не так вытягивает душу к сожалению не искала можно сбором ярости воспользоваться в принципе либо наверное вот это я замучу эти вот некроманты уж очень больничий надо от них избавляться можно скорее теперь делаю еще одного дракона об подождать и двоих ведь 1115 давай вот этого лучше некроманта хлопнем так теперь выстрел ох 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 да ладно если без выстрела лучше я убью совсем и полностью этого некроманта как же он силен просто с высокой моралью чё он творит бешеная атака бешеная защита и криты дикие просто давай подожду здесь призыв а по это было больно всего 5 интеллекта снес приличным а ладно долетел куда ему посохом пажбану вот ты ну ты ля накинулись надо будет исцеление мутить полюбасику призвать медведя а давай медведя призову раз он меня закрыл призову пока медведя а вот чандраса выдвинулись этих уже опасности никакой давай тогда мне ману десяточку так ладно убивай обе уже некромантов чтобы они мне тут не представляли никакой опасности так здесь я убиваю только одного давай вот этого тогда уничтожить дальше фантом дальше фантом дальше фантом давай вот этого товарища и может воскрешать и нежить и здесь до фигища как раз то что нужно теперь воспользуюсь яростью время назад тебя возродить опа хотя вот это по идее исчезнет нет не исчез призванный остался а их я возродил прикольно такое мне нравится время назад об две сотни паучков хлобынц и скил откатил да ладно серьезно ну давай тогда альфийскую песню блин этого конечно закрыли они знатно я че творит я че вытворяет а сколько он нанес ты че ты че вытворяешь демонюка обалдеть так 12 11 11 погубил гад такой а ладно ладно давай благо против нежити атаку увеличим это носит на 150 процентов урона нежити ну и естественно максимальный урон трассировка здесь дело не поможет ты давай жди пока что вот этим я ударил так а потом друидом ударит в кусты давай атакуй опа больно как одного уже шатанул ты добегаешь что ли серьезно давай мишка тащи 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 замедление у этого замедление скорости никакой тогда атакуй за чумили зарутили че только жесть какая-то творится так исцеление здесь ну толку мало от исцеления я лучше сделаю нет фантомов тоже и не сделаю тогда воскрешение во время для воскрешения здесь 80 процентов эффективность здесь 50 вот здесь нормальная эффективность давай этого нафиг так ты давай значит оттаскивать сейчас будем здесь на тебя применю броню болтом больше тебя не пинал никто вот этого хмаря подтащу фантом перекинулся давай-ка еще маны 18 подождать а ты слушай задолбал фигачит и фигачит фигачит и фигачит меня это ледяной фигней она в любом случае мне нужно вернуть к жизни дракона так от этого костяного дракона избавиться убить не добил немножко ладно че снес дракона что ли сразу снес все таки я таки снес куст сейчас добьет работу принципе выполнил это уже возродил так что все норм замедлением конечно медведь никуда не уйдет зато я могу призвать еще кустов оп оп грозящий меч руку никакого гизма наверно тоже пусть будет ладно разящий хотя давай потрачу я с клинками оп немножко урона нанесся ладно здесь воскрешение двадцать вот этих вот а теперь давай выстрел пять неплохо иди сюда дракошек делись в дракошек и решение возвращаем так этот куст такой ближнего боя замедление это было зачем замедление закрытой девахи которая даже не бьет это не очень хорошо дац критический это давай без дачи тоже не чем даже воспользоваться ничего себе и отдыхают плюх и вернулся тебя трогать не буду тебе снижу параметры вот гата вытворяет еще этим атакуют да он его на хрен убьют этический удар понятно у друидов десяточку потерял еще и 20 виды яды ладно это терпимо этих я парней найму и девчат это кто такой нехти тут чё ой я понял 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 тут проход был хитрый пещеры драконов пещеры драконов ой сколько там пещер охренеть можно не 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 ты еще за мной идешь что ли подожди не надо на меня нападать уходи уходи от меня уходи мораль уже 92 охренеть вот это крутяк еще 46 побед надо до использования 10 рун духа ряд конечно жалко а ты достал суши под ним ладно пусть пока он уходит я тогда пойду скажу эльфу что я молодец справился задачи посмотрю заодно что это такое за штучка дырочка в этом ярости как она там пожиратель ярости какой то где он делся я кому я должен рассказать она ли но гильная плита уже 2 хны парта нора уснул вечным сном задание выполнено с могилой поговорил что за прикол такой ладно пожиратель ярости магический кристалл созданный зачарованный друидами в бою забирает 5 ярости и превращает ее в ману непонятно как это работает наверное у врага забирают 5 ярости превращает ее в ману или моей 5 ярости короче какая-то чушь бесполезный артефакт я понял что артефакт бесполезен может мне сначала а у нас куда ведет великий лес эй отстань от меня дядька кого я хотел нанять я хотел нанять собственно дриад но это тоже не повредит на самом деле нанять давай целого никого да там написано 249 из 261 ой нанять тогда не могу или это не такие предопыт а это кто это эльф а в чем разница веробой веробой охренеть у них два лучника а выглядят так же ха 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 здоровье 90 здоровье 50 а эти третьего уровня те четвертого уровня вот оно че михалыч у этих нет талантов он тоже снайпер нет штрафа и урон животным значит я понял я думал это такие же стрелки а это какие-то зверобои неожиданно если честно там бы мне конечно зайти пожалуй даже и зайду этот драконов же нет драконов нет поэтому давай поцах архимага эту штуку какой он там равный по силе я не буду это до себе ману резать эльфы оп двенадцать присоединилась красота красота красотища так давай дракона сюда переставлю оп ждать ждать много эльфов тут без пошутил ммм ладно давай благо на тебе великий мега выстрел давай вот эту толпу опа хорошо жаль что не крик чтобы сразу в нафиг так так 35 единорогов заберу нормально нормальная такая так теперь еще десяточку маны ну и конечно же призыв к кустов по-моему как раз ученики нет милишники зараза развеял у нее больше зарядов нет в любом случае ну тогда медведи призываю раз благо развеяли 365 ой зря 326 короче следующий ход буду воскрешать визитер ох ничего себе уже фантома скосили ладно допустим давай тогда вот так поступим ты иди сюда люк вот теперь воскрешение хитнавик хитнавик люк вы тут и сильный сильный даже без героя обязательно тебе было его бить ну так там не убили еще никого и надо учеников посвящен я понял получат раз и получаете татс вот этого пах почти насмерть там еще откат разящий меч мне не поможет ничем вот этого наверное я закрою у долбали наяривать так давай искупить приманивать некого эти красиво так стали вдвоем я с ауешечкой по ним так татс нормальный лог и побежал куст бой 2400 пойдет пойдет хорошо куснул а этот решил медведя атаковать ну и дурак медведь сильный и науки не выйдет теперь вот тех надо скосить похищение давай пару сотен фей оп вытянул душу есть такое дело ну и теперь вот этих вот ручников татс да и 500 пойдет 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 так значит чтобы такого сделать плохого можно давай вряду фантома а дракона вот сюда и ману выкачать 33 маны неплохо очень даже неплохо попробую усыпить да ладно всех усыпил охренеть если ударил всех вот этих разбужим ну да ладно пофиг а на что ученики уснули еще и критически еще и критически еще и критически вообще шикарно получай фея погонючая 2500 так куст долго долго держится вот уже новый куст но это от фантома что-то и сотни нормально чтобы нет продолжай атаковать фею вот это уже больно было это уже было очень даже больно давай в таком случае в таком случае атакую этого рогата во хмыре ой и скилл откатился но скилл мне здесь не пригодится а у того надо скосить наверно все-таки и гизма сюда призову так раз скилл откатился тогда наверно надо коней вот этих пить и вот этих фей добью да все и готовы теперь какой-то откатился скилл это прекрасно воскрешение десятерых что какую-то фигню сделал походу ну да полнейшую дичь сотворил бывает такое а чем ему этот куст не угодил интересно не знает сколько еще два хода эфийская песня тогда давай оп споем немножко а по камере она руб в победателе выборов Всё, паук весь закончился. Позродить. Ну, уже это, конечно, не особо эффективно. Семь коней убил. Того. Нафиг. Ушастенького. Ну, и теперь вот этих буду добивать драконом. Мне надо дракона вернуть. Как не помню. Я, по-моему, не пользовался ещё. Ты продолжаешь атаковать. Оп. Ах. Такая. Ах. Забавно она такая. Ах. Ну, давай ты тоже тогда. Чтоб и нет. Нет, не пользовался ещё. Тогда возродить. Всё, победа, в принципе. Одного инквизитора потерял. Эта фигня. Эта фигня. Не добил бойца. Гизма, конечно, умный-умный. Последнего коня добить решил. Ну, раз уж такая... Чё? Он не убил его, серьёзно? Просто охариметь. Насколько он слаб. Веба лапчик. 1821 опыта получен. Пять маны, либо одна атака. Блин, сложный выбор на самом деле. Мана это очень нужно. Мана это очень важно. Но атаку я, блин, артефактов только на оружие атака. Давай, наверное, всё-таки атаку возьму. Рун магии вообще не дали. Силы... Вообще, рун очень как-то мало дали за повышение. Дрива дракона. И полнейшие. Двести опыта. Вот это неплохо. Двести опыта. Это нормальная тема. Итого у меня 6 атаки. Очень мало, конечно. Но зато 9 рун. Сухо у меня есть. На это мне так и не хватает. Это проблема. В итоге я повысился. А изучить ничего не могу полезного. Концентрацию бы мне тоже подкачать. Чтобы мана респавнилась прям каждый ход. В атаках ух. Пару раз апнуть. Будет 6 маны за раунд. Вот это вообще чётенько. Чётенько для мага-то. И как и колдуем. Опыта нормально там. Поэтому. Поэтому да. Концент конечно мешается. В косах там этого где-то. Ага. Возвращаюсь в эту долину. Мне нужно было что? Деяд нанять? Надо. Не пойду я за деядами. Ради пяти деяд куда-то тащиться. Очень хочется. Давай. Мир мёртвых. В этой локации я ещё не всё излазил. У меня есть ещё поручение. Собственно. Почтовая мышь. Избежавшая какая-то книга. Яйца красных драконов. Ну туда я так просто не попаду. Этот чувак мне продал, да, лодку? Из чего? 29 тысяч золота. Просто как с куста. Не за хрен собачий. Вот. Там кто-то блин идёт. Отстань от меня. Амброзил. Священники, архимаги, кавалеристы. Непобедимый. Хочу я с тобой драться непобедимый. Ну тебя нафиг. Помню, я тут плавал. Куда-то, по-моему, отсюда перешёл. Или не перешёл. Сейчас попробую в эту сторону, например, по пути. И на он. Оплывает. Вот же дичь. Долина смерти. Ну-ка. Что за долина смерти? Ага, это там, где этот замок. Я понял. Чего сильнее охраняет. О. Халява. Два магических кристалла. Пойдёт. Берём. Тут тоже халява. Руна силы. Гляди, какая удача у меня. Ничего. Ничего. А вот тут сидит чёрный дракон. И что-то охраняет. Сильный отряд. Если руны, это здорово. Если не руны, то, блин, это потеря времени. А здесь красный такой же сундучок охраняет. Тоже сильный. Но придётся с ними драться. Сейчас тогда я одену вот этот замечательный меч, который против драконов. Задолбёшься их бить. И размотаю обоих. Возможно, там будут руны мне нужны. Например, руна духа. Я тогда вот эту штуку, рунный камень, апну. Получу 10-10. Но эти мне нафиг не нужны. А вот руны магии очень даже пригодятся. Блин, книжка крутая, конечно. Опыт даёт на 10%. Очень мне нравится. Так, давай. Так. И вот этот, наверное, замок гремлинов. Надо ещё заскочить, посмотреть. Хоть мне и гном предупреждал, что там злые гремлины. Чё мне бояться-то? Погнали. Чёрный дракон. Вперёд. Вперёд из песни. Тебя, значит, выдвигаю вперёд. Так. Пять, шесть, одиннадцать. Ё-моё. Это сильно. Одиннадцать дракошиков. Это не так-то. Легко будет победить. Ну, тут есть куда отойти, если вдруг что. Или сделать фантома лучше вот этих вот подруг. Как бы лучше поступить? Не, давай тебя всё-таки. Конечно, некого мне было, чуть нету учеников никаких, не разлучников. Вот это просто тупо волки. Они вот этих могут запугать, это плохо. Возможно, дайсировкой я смогу их приручить, и тогда они послужат мне. Давай, ты жди. Давай. Оп. Охренеть. Охренеть. Это у них, конечно, способность имбовая. Просто для чего вытворяют. Демонюки, а? Всех подпалили. Полторы тысячи урона. Просто дичайшая дичь. Так, ну, что? Я могу вот здесь вот похитить душу, но всё равно ни на что больше не хватит ярости. Охоть терять зачем? Если я могу хотя бы пёсиков покоцать. Так. Дальше. Дальше мне бы как-нибудь вот этих оттащить на самом деле. Манна, это прекрасно. Вот этих надо убивать. Они же будут палить жёстко. Полетел. Ты чё? Серьёзно долетел, обалдеть. Так, да. Научника закрыли. Как я вас убивать тогда должен? Ладно, давай, благо. А вот этого дракона? Сейчас опять в обратку обоих хлопнет. Ладно, пофиг. Получай. Ох, критический. Как хорошо. Как хорошо он его долбанул. Молодец. Давай, кусты. Больше кустов. И медведи. Кусты и медведи. Медведи и кусты. Твоих? Твоих. Нафиг, сдохни. Мне надо лучника отвезти отсюда. Да ты издеваешься, ну слушай. Долбанный дракон. Взять, чё творит? Что один, что второй, что третий. Жесть, просто. Ладно. Я всё понял. Но этих не сильно потрепало. А вот остальных потрепало просто... Охренеть как. Пока что вот этих. Значит, броня. На тебя. Ты никуда ходить не будешь. Теперь ты. Давай, маны мне немножко. Есть такое дело. А ты с другой стороны тоже маны немножко. Всё, фулочка, прекрасно. А вот это плохо. Вот это очень плохо. Просто медведя. С одного удара. Инквизиторам надо вампиров бить. Надеюсь, не увернётся. Так. Что же. Я отхожу. И могу использовать двойной выстрел. Надануть четверых драконов. Вот этих, конечно. Так. Ты. Много урона не нанесёшь. Атаки у тебя нихрена. Поэтому давай. Эльфийскую песню. Ты, значит, подходишь ближе. Да ладно. Чё, серьёзно? Я-то надеялся, что он сможет дейсировку сделать. Тогда и жди. Пук от тебя мало. А кусты в атаку на вампира. Негодяй, подлец. А не дракон просто. Очень уж больно вы бьёте, негодяи и подлецы. Давай вот этого. Всё, фантом закончился. Так. Так. Теперь. Время назад. Вот на тебя. Оп такой. И восстановился. Красота, красота. Драконов вот этих надо бить. Только перед этим воскрешение. Шестерых нет. Давай вот этих вот палкинчик. Пару чёрных драконов хлобынс. Готово. Интересно, подействует на волка. Я попробую в любом случае. Подействовал, ты смотри. Пусть тогда поспит, мальца. Блин, ну зачем критами-то по мне бить, ну. 49 инквизиторов ушатал. Чё за жесть. А-ка-то ты жди пока что. Кто же жди. Всех позакрывал. Получай. это еще уродом а ладно бей чё уж там какие они все-таки эти драконы проблемные а у ешат жесть с одной стороны с другой стороны с одной стороны с другой стороны подпаливает умри гаденыш есть драконами расправился так так теперь мне нужно вот эти энергетики ну и цветочков еще пачку всех надо шпаку цать ну так ты в принципе отходи еще отходи маны плюс можно атаковать вампирчика это нормально теперь ты тоже можешь отходить в принципе его тоже так ать хорошо этических не было он ни разу не увернулся значит вас нафиг воскрешаем воскрешаем вас а ты давай идти за маной этот без дачи бьет так что как-то пофиг возрождать я еще могу много всего 45 долбану алё алё пиздеф ну и кого-то будешь бить визитеров понятно запугал но он уже кусты вызвал да я до этого так что как-то все равно так ну я надеюсь ты критами сейчас не будешь все нормально и пока подожди значит деф пусты побежал забирать ярость раз два три нормалёк если ударит убью зарядить можно 19 блин капец тут просто всех высекли жестко просто жестко всех высекли просто жестко всех высекли фаны мне негде больше взять давай инквизиторов ать возродил деф ты куда рванула бахает ну по столу бьет это ерунда я еще разок могу возродить его потом он возродит еще кого-нибудь да уже не такие дикие потери будут это уже деф это деф 58 может и убить но его нафиг не стоит оно того давай еще 25 теперь воскрешение семерых здесь 25 здесь и 25 здесь давай здесь 50 давай лучше д так и убить вот это я нарвался на драконов капец они меня конечно отпинали 41 друид 74 эльфа 57 дриад жуть какая-то дизма увеличение силы лечения урон такое же лечение 340 ледяные шипы снижение стоимости давай лучше снижение стоимости армия ликует и поздравляют своего командира у вас родился ребенок согласно указа короля марка мудрого за рождение первого ребенка вы получаете премию 11500 золотых монет красный 20 процентов маны 20 процентов сильно ничего не скажу очень сильно вот эту штуку я тогда снимаю и целую свою жену я хотел бы поговорить о нас и нашей маленькой семье да у слада моего сердца я внимательно слушаю твои речи подобные шелесту весенние листвы я подумал быть может нам стоит с тобой завести ребенка я думаю что готова стать матерью я могу подарить много тепла и любви нашему ребенку любимый муж мой я уверена что ты станешь прекрасным отцом поцеловать не оку и теперь ждем рождения второго ребенка блин первый вообще имба 20 процентов маны это ж охренеть просто охренеть это если соточка маны 20 маны ну если все поодевать на ману то принципе очень мощно очень даже мощно например вот эту штуку так оп нацепить вместо пояса к примеру меня из того что на ману по любом случае даже при моей нынешней мании он уже дает нормально так вот нам не то что 4 там к свиткам вообще чушь полнейшая была все отлично еще в коробке про 3000 золотом да не то чего я бы я хотел потери большие мне придется теперь тащиться восполнять эти потери где здесь у меня была книга а вот там понял можно в принципе сплавать этого я как-нибудь потом убью вот эту штуку я посетил да посетил там ярости мне питок дали по-моему тысячи золота тоже пойдет продамажил меня этот дракон черный прям знатно мораль превосходная прям как же мне пригодился этот мечик как пригодился сокровищ нет сокровищ нет по этим островкам тоже надо пошастать там какой-то еще туман войны надо полазить здесь ничего нету так ну тогда я спал а не я почему тогда тут туман войны если туда даже проплыть нельзя а все он ушел понял так вот здесь вот кристалл магии может быть не вышли будет пригодится как только я апнул до этого уровня искажения кстати там надо до этого уровня будет искажение частый раунд до 36 процентов а будет 46 процентов и на 5 маны больше блин это по-любому надо будет учить это супер умение что каплик о задание какое-то это видимо которому надо было мышь отнести давненько я людей живых не встречал одни мертвяки кругом вот и наслаждаюсь моим обществом пока такая возможность есть вообще-то я по делу пришел брат твой жирак передал для тебя письмо и новую почтовую мышь старая ваша погибла да ты что а я-то подумал что это от брата вестей так давно не было жаль агнешку она столько лет нам верой и правдой служила зато ты посмотри какая сильная новая мышь такая не то что письмо посылку утащит держи спасибо тебе за помощь хоть ты и живчик а дело доброе сделал я как старый пират очень уважаю такие поступки возьми все что у меня есть 12 500 золота 4 680 опыта неплохо ну спасибо бывай или это лучники и призраки нет такие мне хмари не нужны так 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 вот и доброе дело сделал нёс почтовую мышь теперь мне нужно вот тут еще задание ну-ка 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 расскажи что тут у тебя за беда чья-то душа беззвучно висит в воздухе кто в этом мире смерти делает чистая душа почему ты блуждаешь здесь а не покоишься с миром моя история печально путник захочешь ли ты слушать стена неодинокой души есть ли тебе дело до того что чувствует душа эльфийской девы ставшей злобным чудовищем я охотно выслушаю тебя я душа эльфийской девы зельберры некромант нейрум извлек меня из тела девушки и разорвал связующий нас узы лишившись меня так лишившись души зельбера стала превращаться в нечто ужасное не мертвое и не живое существо полное злобы и ненависти она упивалась чужой болью и страданиями даже сердце ее перестало биться и превратилась в камень и это некрасивая аллегория а не горькая правда звучит жутко это конец истории дело в том что пока жива зельбера я ощущаю все то что чувствует она это ужасно я терплю муки но ничего сделать не могу пока то что было человеком живо я буду страдать ты мог бы помочь мне 6 240 опыта конечно мог помогу естественно хорошо я понял как освободить тебя жди только где искать эту пойти в храм жертвоприношений и убить ведьму храм жертвоприношений а он тут это да какие проблемы только у меня наверное не хватит силушки богатырской за мной еще очень сильный дракон гонится походу мне придет ой ё-моё и здесь мы шли тут триндец а как не избежать попадания в лап этих а там черный дракон вы что прикалываетесь что ли не армия это не полная так страшно очень даже страшно ладно этой душе поможем тогда папа же прихожу в мир живых и надо набрать армейку это драконы конечно мощные скажешь так великий лес здесь мне нужно нет не здесь хотя друидов я могу и здесь в принципе найти вполне себе здесь я помог вот этому друиду его учеником и он продает вот этих вот бачков только для начала надо вот так сделать оп все 179 и 179 и кстати инквизиторов тоже не хватает как-то надо будет и за инквизиторами сходить этих нанять вот этих тоже надо будет нанять инквизиторы у мага у какого-то тоже на эльфийских землях были ну не инквизиторы а монахи монахов то я могу улучшить это не проблема так потери восполню потом надо будет ведьму грохнуть и там вот этих бегающих чувачков драконами туда-сюда которые носятся сейчас здесь я восполню свои потери так мне пожалуйста вот этих вот 46 чувачков вот этих вот хотя с другой стороны я то их могу всегда в резерв подправить так что я наберу побольше давай все 40 дрят и вот этих 12 отлично просто прекрасно даже так сказал этих и этих я набирать не буду инквизиторов надо тоже поднанять а для этого мне нужно отправиться в первую локацию в магическая долина вот туда так какая долина где-то здесь где-то здесь где-то здесь чувачок где здесь так не эта башня блин а где что-то было я не помню где конкретно он был тут чувак демонов продает а вот все нашел сейчас я у него тут поднайму так значит мне не хватает оп оп получается мне не хватает сколько мне не хватает 20 сначала надо сделать вот так потом 20 вот этих вот чуваков оп переделать их в инквизиторов соединить это все добро надеть вот эту замечательную корону эльфийскую и можно возвращаться уже призраку разобраться там с этими делами то ее но это уже наверное в следующий раз на этом давайте пока что закончим всем спасибо за просмотры лайки и комментарии всего хорошего до новых встреч и что услышимся до новых встреч